Начали скрипеть тормоза и я их решил поменять. Дело новое для меня. Машина-то европейская. Второй, значит, мой автомобиль после кратомобиля АЗЛК 2140. Вот это вот появился у меня кратомеган 2. И теперь, значит, мы первым делом вот такой какой-то фигуристый у него в комплекте был домкрат. Вот, надо поддомкратить машину, чтобы, короче, колесо это открутить. Подложил такую досточку, чтобы домкрат не провалился, потому что месяц шли дожди. Вот, и оно, так сказать, должно быть все надежно. И сейчас будем, значит, это поднял колесо. Оно уже поднялось. Вот, еще чуть-чуть поднимем про запас. И я вот только понять не могу, этот домкрат, он будет как-то фиксироваться. Или он так вот поднялся и обратно он не покрутится. Вот интересно. Как-то его надо за что-то зацепить. Непонятно. Ну ладно, будем верить в то, что он обратно не покрутится. Вот так вот я его поставлю. Если захочет покрутиться, то в землю, короче, не пробуравит. На всякий пожарный подложу покрышку. Вдруг, если оно это, чтобы хотя бы частично об покрышку. О, и от кротомобиля. Добавим про запас. Самый основной принцип, сняли диска, чтобы пацаны не улететь на Луну. Вот, надо, значит, вовремя поменять эти тормозные колодки. И правильно открутить вот эти вот болты. В какую их сторону, значит, откручивать. Я-то в этом деле новичок, посмотрел по интернету. В интернете, значит, написано, в какую сторону откручиваются болты на колесах. Наденьте ключ для колесных болтов на болты и крутите его против часовой стрелки. Вот, против часовой. Получается, если у нас стрелка крутится туда, значит, против часовой туда. Получается, надо крутить. Ага. Как же я откручу, если колесо поднято? Надо опускать колесо. Трошки под затупи. Идет не очень, надо взять рычаг. Не знаю, что такое ВД-шка, так и не купил. Потому что на первом кротомобиле, вон он тут рядом стоит, у меня никогда не было. Поэтому я думаю, что тут смочить водой можно вместо ВД-шки. Чтоб оно легче откручивалось. Вот. Ну в чем вопрос? Что оно это? Теперь мокро. Вот. И берем рычаг, и рычагом пробуем открутить. Ого. О, пошла. Первая пошла. Ого. Ого. И вторая пошла. Все, слава богу, не сломал. А когда я на кротомобиле откручивал, телефон не посмотрел и сломал шпильку. Потом пришлось ее выкручивать. Ого. Так что, сначала я занимался, выкручивал шпильки на выхлопном коллекторе. И теперь меняю колеса на Кротомигане 2. О. А, наверное, до конца его не надо откручивать, а то это. Спадет колесо, и машина тю-тю поедет. Надо поднять домкрат. Е-мое. Вот деревня. Так, снимаем. А, ну так теперь оно легко уже крутится, можно и руками. Что-то скрипело. А что скрипело, думаю, наверное, тормоза. Сейчас открутим и посмотрим. Надо менять стойки. Тоже стукают. Короче, по нашим дорогам год поездил. Ханабобику стойки пришли в негодность. После Европы. Так что. О, оно само слезло. О, интеллектуальное колесо. Ты бачишь, как на Кротомобиле первом АЗЛК 2140 приходилось выбивать. О, ребята. А я думал, что оно скрипит. Смотрите. Е-мое. Там вообще нема тормозной колодки. Доездился. Короче, смотрите. Что оно скрипит. Оно вот тут получается. Край тормозной колодки. А вот этот край диска, наверное, тер. Такой свист типа. Ну что, придется менять на правом и на левом, наверное. Потому что, наверное, оно синхронно. Вот это так выглядит диска. Никогда не видел диска. Иногда только в студенческие годы. Вот ходил. И вот. Ну что, вот это. Так оно выглядит. Это французская штука. Это вся. Тут вот это по интернету посмотрел, как снимать. Вот. Впервые купил ключ специально. Там мужик один сказал, что надо ключ на 7. Вот он. Купил вот такой вот ключ на 7. Стоит 8 гривен. Недорого. Вообще, он мне понравился. Вот колпачки, под которыми и находятся, значит, я так понял, то, что надо откручивать. А, а, е-мое. Вот он. А ну, да, да. Там оно и находится. И снизу, походу, там тоже где-то второй есть. Ага, да. Снизу вам показывать не буду, потому что... Наеда сегодня тихая. Так, вот. Снял два колпачка. Ложим их на диск, чтобы не потерялись. О, точно. Ключ туда хорошо стал. И у него... Так. Подожди, откручивать. Против часовой, наверное, так же. Он мне сказал. Наверное, походу, если не молдаване делали, то, наверное, против часовой откручивать. А, подожди так. Е-мое. Винджиш развернут в ту сторону. Тут я... О, собаки собираются лететь на луну. А, это я... Они всегда гавкают, когда я не так что-то делаю. Получается, винджиш развернут в другую сторону. Значит, откручивать надо в противоположную. Как бы... Ну, понял. Часы, если развернуть, значит, надо откручивать. Вот я на фане. Туда, значит, надо давить. Ага. Не туда, не туда. Не идет. Как бы не сломать. Пацаны, ВД-40 у меня, к сожалению, нет. Никогда не покупал его. Решил клизмой туда. Взял у тещи клизму и это... Решил туда его чуть-чуть подмочить. О. Туда. В верхнюю. И главное, голову сюда не совать. А нижняя где? Так, так, ага. Нет, это не она. Главное, чтобы туда, куда надо попасть. Где же она? Вторая. Пропала в... Куда она могла? Подожди. Колпачок же я снимал. Снимал. Или не снимал. Так. А, ты е-мое. Во. Нашел. Там трудно найти место. Ну, поскольку дождь все равно идет, вода поливает сюда. Поэтому, я думаю, что... Хотя, подожди, колпачок же для чего-то, наверное, был. Вот. Нужен. С кем советоваться? Нема с кем. Придется откручивать. Наверное, что все-таки туда. По часовой, против часовой. Я уже забыл, куда я и это откручивал. Это туда. Это сюда. Ну да, наверное, вот так вот. Возьмем рычаг и попробуем туда. Опа! Пошло. Боже, как я испугался. Теперь чуть-чуть разработать ход надо. Пошло, пошло. Слава богу, что хоть ничего я там не сломал бы. Было бы мне потом, как тут на 10 миллионов просмотров в видео, как я меняю этот болт на тормозной. Все хорошо начиналось. Ты бачь, как тещина клизма помогла. Хорошо, значит, она у нее там, это химическая, состав хороший. О! Пошло, значит, верхняя пошла. Но если верхняя пошла, надо пробовать нижнюю. Значит, откручивать. А нижнюю будем откручивать снизу. Там вот внизу есть тоже такой. Да, система, конечно, не пили. Кто такое придумал? А то машина Кротомобиль один. Все просто и ясно. А тут попробуй разберись. В голову вставлять надо. Так, получается, это у нас я туда винтил, а это надо туда винтить. То было так, это так. Получается, что сюда его надо как бы нажимать. В общем, я думаю, что меня бы взяли в СТО этим мастером. О, пошло. Ты бачь, как я первый раз в жизни, и у меня все получается как надо. С первого раза. Вот. Наверное, супер мастера отламывают, а я с первого раза открутил. Кино и немцы. Делов тут, конечно-то, на полминуты, но дело в том, что тут все фотомонтаж, а у меня прямой эфир. Так оно есть. Вот даже этим фигурным ключом туда попасть составляет проблему. Наверное, предыдущий туда ВД-40 капал, что оно так легко открутилось. Короче, попробовать надо вот так вот, по-умному. Век живи, век учись другим концом. То туда крутится, это сюда. О, а, я закручиваю ее мое. И заблудился в часовой стрелке. Шпильки в одну сторону откручиваются, верхний болт в другую, а нижний в третью сторону. Три оси прецессии. Попробуй это разберись потом. Когда закручивать, шов в какую сторону крутить, надо записывать. Я поэтому и записываю на видео, чтобы потом не заблудиться в этой резьбе. Покажу, как они выглядят. Вот это. Под ключ, под семерку. Вот. И такие вот шпильки. Значит, я их выкрутил. И теперь будем снимать вот это вот, значит, дальше скобу. В диск это все положу, чтобы не потерялось. Ну, как-то она тут сниматься должна, я так понимаю. Сюда как-то надо какую-то отвертку пойти взять. Где ее взять. Короче, где-то была у бати отвертка в гараже. Там в порядке пока навел. Нашел и обратно ее, значит, потерял. Нашел стамеску. Попробуй стамеской. Вот так подковырнуть и снять ее. Кстати, стамеска, она даже очень-таки хорошо и идет. Только вот непонятно, эта пружина потом обратно оденется или нет. Так, она слабая. Вот я ее, конец уже снял. О, такая эта пружина. Ну, и теперь снимаем сам вот этот суппорчик, как он там называется. Теперь получается, там вот есть поршень, который надо отжать. Вот он. Потому что, когда вы будете одевать эту новую колодку, он у вас типа как прижмется и вы не сможете его одеть. Ну, отверткой тонкой не получится. Надо взять вот такое вот. Нашел вот что-то типа фомки. И туда его попытаться нажать. Ну, я так понял, оно у меня снимается уже. Только не нажатое, значит. Как же что нажать, то ли? А это что? Телепается. Что это, двойная что ли эта колодка или что? Непонятно. О, пошел, пошел. Вы видите, отжимается. О, отжал. О, справилась, слава богу. О, почти что ровная. Сейчас я вам покажу, как выглядят эти колодки. Я их сам первый раз в жизни вижу на иномарке. Вот такой вот они толщины. Получается, что еще ездить можно было около миллиметра. Миллиметра. Но они тут уже вот потресканные. Сильно не сэкономишь. А эта, которая колодка, туда прижималась. Сейчас я ее попробую оттуда снять. Она на каких-то таких защелках. Там внутри ржавчина какая-то. Ой, так, наверное, нельзя вешать. А то шлангу оторвем. Точно, это вот у меня сработала. Логика хорошая. А вот как выглядит колодка. Значит, это самая. Вторая. Тут вот оно видно, поэтому и скрипело. Что? Тут. Оно, короче, все это уже отлазит. На металл. А, вот оно тут скрипело, наверное. Получается, я тормозил не самой колодкой, а вот этой части. Значит, там где-то должна быть выработка. На диске с той стороны. Сейчас мы посмотрим. А что мы увидим? Да, да. Чуть-чуть есть какая-то выработка. Но незначительно. Когда новую колодку оденем, то оно сработается. Там внутри вот ржавчина есть. Надо ее оттуда вычистить. А лучше выдуть феном каким-нибудь. Короче, чтобы не попасть на луну, надо подсушить все вот это дело. Там, где мы мочили. Чтобы оно в будущем не приржавело. Вот. И чтобы не попасть на луну, значит, сушить будем феном сатурн. Короче, я так понял, что работать надо в перчатках. Поэтому нашел со стройки перчатки. Потому что новые тормозные колодки, чтобы не запачкать. Вот, одену перчатки. Ага, о. И сейчас мы эти гнезда, откуда вывенчивали вот это вот дело, мы их сейчас и подсушим. Все, гнезда подсушили. Теперь, значит, прошлый хозяин вместе с машиной подарил мне вот такие вот новые тормозные колодки. Фердодо. Феродо. Прикольная штука, я очень рад. Если б не он, спасибо ему, то я бы, наверное, их и не менял бы. Так бы и ездил бы дальше. Ну, или пришлось бы покупать. Ну, инструкцию начитать не будем. В печку ее. И сразу приступим, значит, к установке новых колодок. Надо распечатать их. Накрапывает мелкий дождик. Вот так вот распечатать. Наверное, фирма хорошая. Какая-то тут резинка болтается. Вот. Наверное, крепежный. Во, это ответная часть. Значит, так вот оно выглядит. Сейчас сравним, чтобы не попутать. Подходит ли оно по размеру нам. Ну, да, идентично. Подходит по размеру. Получается, сейчас я вам покажу, сколько я сточил, значит, тормозов. О, вот это такой тормозной путь мог быть, короче, железо об железо. Вот, поэтому вот это тот момент, когда надо менять тормозные колодки, чтобы не попасть на Луну. Поэтому сейчас мы будем их менять. Значит, как я вынимал их, я помню. А как вставлять, значит, так или так. Ну, сейчас покажет система, наверное, что вот так. Сейчас. Вот так вот туда, в это гнездо туда вставляем и защелкиваем. Это Франция, без болтов, без гаек, на каких-то штуках таких придумали. Туда защелкнуть надо. Опа! Странил. Ну, что-то оно как-то залезло не до конца. Криво как-то залезло. Ага, надо подровнять. О! Все, ребята. Встремил четко. О, теперь надо вторую вставлять. Фух, упарился. Вторую, значит, вставляем. Уже просто притуливаем, без защелки. О! Вот так вот. Да? Что, просто никак даже и не держится? Как же она должна держаться как-то? Как так? Туда. За счет чего она будет держаться? Ага. А, мы ее вот сюда в пазы вставили. И теперь видим, что поршень не до конца мы надавили. Я так понял, что поршень, наверное, вылез, пока я работал с гнезда. Поэтому пришлось додавить по-старому. Чего у нас заклинило? Одеваем, пока он обратно туда не залез. А, о, с натягом зашло. Ты смотри, дождь начинается. Теперь я понимаю, надо закрутить вот эти болты, которые там были на место и попасть, значит, в отверстия, которые находились где-то, короче, где-то там они находятся, эти отверстия. А где точно непонятно. Ну, в общем, надо крутить. Оно должно само все встать на местах. Так, ну, что, процесс нормальный, только вот придется пожертвовать такой вот отверткой, наверное. Так, наживил. Теперь наживляем второй болт. Так, вставили его туда. Как бы, что-то быстро забывается, в какую сторону крутить. Давай в эту попробуем. Ага, мимо. Мимо кассы. Значит, другую, не туда, так сюда. О, в другую пошел. Так, нижний чуть-чуть до упора дошел. Теперь верхний, до упора дойти надо. Ой, откручивается. Гля, дождь начинается. Это же надо так. Придется на одной колодке только ездить, что ли. Так, это я пока до упора дошел. Теперь надо вставить вот эту вот пружину. А их тут две. Значит, пружины новые. Как-то они тут стояли. Типа вот так как-то. Какой смысл у этих пружин вообще непонятно. Ну, что-то там они функционируют как-то. Выполняют свою роль. А, они, наверное, при нажатии на тормоз, они, наверное, отжимают обратно этот. Тут тормоз этот. Вот это так вот они все. Что-то как-то непонятно. Может, другая сюда должна встать. Она ж может слететь в пути. Как она тут стоит. Что-то как-то сомнение, что я ее правильно одел. Может, она... О, встала вроде как. Старая была вот такая, да? Ага, аааа. Оно, наверное, вот туда должно становиться. Видите, я... Вот туда оно влазит, наверное, должно. Я чуть-чуть ее... Я же смотрю, что оно на соплях. Непорядок, надо переделать. Оно вот туда, наверное, должно вставать, да? Вот так. Ну, это супер... Супер пружина, чтобы так встать. О! Все! Встала. Чуть-чуть ее туда подстукать, подровнять, чтобы... Ну, и все. Ой. Вроде как держится. Так, легонько подстукать, чтобы она туда встала. Все стоит. А если стоит, то это значит очень хорошо. И теперь подкручиваем эти болты, где наш ключ. Подкручивать, я так понимаю, тоже надо с этим... Ну, как бы... Ага, сюда подкручиваем их. Подкручиваем. С рычагом. Чтобы, короче, оно было в затяжку очень хорошо. Берем рычаг. Главное, чтобы потом открутить. Ну, потом мы уже купим что-нибудь типа ВД-40. Берем рычаг. И рычагом чуть-чуть поджали. И нижнюю точно так же. Нащупываем. Ее увидеть тяжело, поэтому мы ее нащупываем. Ага. То туда крутилось, и это сюда крутится. Откручивалось легко. Не очень, а закручивается быстро. Все. Вот так вот. Ну, поджал. Вот, одел. Потом, я думаю, можно будет просто снять, проверить через недельку. Как оно там будет держаться. И все. Одеваем теперь колесо. Наша песня хороша. Начинай сначала. Одеваем колесо. Вроде ничего не забыл. Короче, попал я под дождь. Надо одно заменило, а второе теперь что? А, в принципе, логично. Не просто чтоб дождь пошел. Получается, он мне намекивает, что ты, говорит, на одном старом ездить, на одном новом. Чтоб вдруг что? Хоть чтоб что-то сработало. Либо старое, либо новое сработать должно. Поэтому мы, наверное, второй менять не будем. Поездим пока что так. А потом и второе поменяем. Всем привет. С вами был мистер Алекс. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok